И вот в этом главная проблема сейчас всех групп, которые любят там или не любят, вернее, или даже ненавидят Путина, они ничего сделать не могут. Они не в игре. Они не в игре. Все, что они могут сделать, они как-то постараться уехать какие-то, решать вопросы на личном уровне, кем-то как-то, чего-то. Не более того. Не более того. Это еще не раскол элит. Но это уже серьезный выражение. Они не могут расколоться по одной простой причине, что им не к кому пристать. Нет другого центра силы. И так как нет другого центра силы, а этот центр силы угрожает им физической расправой, посадками, пытками, казнями неформальными, то они, конечно, сидят ровно, молча и смотрят преданными глазами. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрия Рашкина. И я очень рад, потому что к нам возвращается Геннадий Гудков. Геннадий всегда кладезь информации. Геннадий, добро пожаловать. Рад вас видеть. Да, я всех приветствую, Юрий. И вас в первую очередь. Насчет кладези информации, конечно, сомневаюсь. Единственное, чем я могу сказать, что я все-таки высказываю свою точку зрения. Не знаю, насколько она попадает в ожидание. Но в любом случае спасибо за комплимент. Будем надеяться, что наша передача не зря. Будем уверен, уверен. Есть вопросы от наших зрителей и слушателей канала «Рашкин репорт». Подписывайтесь, друзья, жмите лайки и так далее. Так что я пройду через некоторые из этих вопросов. А заодно у меня еще было пара исторических вопросов, поскольку я сейчас занимаюсь начиткой, сделаю аудиокнигу Юрия Фельштинского от «Красного террора» к мафиозному государству. И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу пары людей, которые там упоминаются, если нетрудно. Ну, если я их знаю, конечно, или что-нибудь о них, то, конечно, скажу. Ну, замечательно. Давайте тогда посмотрим на первые вопросы от наших замечательных зрителей и слушателей, которые иногда, мне кажется, задают самые лучшие вопросы. Например, на ваш взгляд, как или кто мог бы объединить российскую оппозицию? Вообще, нужен ли единый политический фронт, общая платформа для политиков, ученых, деятелей, культуры и так далее? Ну, вопрос стар как российская оппозиция, которая так и не смогла поменять ситуацию в стране и на сегодняшний день разгромлена. Поэтому российская оппозиция, если сегодня существует, она существует в изгнании, она существует в рубеже. В России остались оппозиционно настроенные люди, которые без трибуны, без возможности выстроить свою организационную форму и объединить своих единомышленников и влиять на ситуацию в стране. Что касается зарубежной оппозиции, оппозиции в изгнании, то, наверное, может быть, объединение оно и не нужно, а вот какой-то координационный орган, который мог бы обеспечить взаимодействие, я думаю, что он был бы полезен. Он бы не был каким-то обязательным. Это же не была бы какая-то партия демократического, очередная партия демократического централизма. А вот дискуссионная, даже не дискуссионная, а координационная площадка, она нужна. Мы, кстати говоря, с Дмитрием занимаемся сейчас, ну, по крайней мере, одной из форм возможных взаимодействий всех сил, координации. И мы сейчас выстраиваемся рядом политических движений, сил, комитетов, в том числе с антивоенным комитетом. Мы открываем в августе месяце, в второй плане августа, политическое представительство в Брюсселе, потому что мы понимаем, что серьезные контакты с европейскими политиками, дипломатами, членами парламентов национальных и европейских, очень важный момент, общественными организациями, которые помогают выстраивать демократические отношения. И мы приглашаем, пользуясь случаем, я ни разу еще этого не говорил, пользуясь случаем, мы, конечно, будем рады ведь представителей всех оппозиционных групп, которые за свободную Россию, за демократию в России, за мирную Россию, которая выстраивает доброжелательные соседские отношения со всеми своими соседями, со всеми странами, которые против путинского режима, которые против войны, безусловно. Вот я думаю, что мы попытаемся внести посильную лепту в этот процесс. Но объединять оппозиции с точки зрения создания измерковки единого механизма, я думаю, что это не надо. И вообще нам пора, Юрий, отказываться от идей бюреров, вождей, нацлидеров, гениальных генеральных секретарей и прочее, прочее. Вот ничего нет лучше коллегиальной и сменяемой власти. Вот нет ничего лучше. Слушай, вот в Болгарии, я часто говорю, в Болгарии, за 2022 год прошло трое, ну вот посмотрите, может быть, да, трое выборов. Трое выборов состоялись. Я там сейчас подкалываю депутатов болгарского парламента, говорю, ребят, я за всю жизнь четырежды избирался в Госдуму. Ну, правда, пять раз участвовал в федеральной кампании, когда была не совсем удачной. Я говорю, четыре раза меня за там много лет избирали в Госдуму, а вы какие молодцы. Вас за один год три раза избрали в парламент. Вообще круто. Они, конечно, смеются. Я говорю, ну, они говорят, да, у нас все нестабильно, вот у нас это самое, только выстраиваются отношения, мы там учимся. Я говорю, ребят, лучше ваша нестабильность, чем наше кладбищенское спокойствие и безмятежность. У нас же как на кладбище. Все лежат тихонько под могильными плитами и никаких шевелений. Они говорят, да, мы все понимаем, не хотим такой судьбы в своей стране. Мы готовы терпеть эти выборы, готовы терпеть эти коалиции, договоренности, подставы иногда и так далее. У них же очередное, так сказать, правительство ушло в отставку. Но это говорит только о том, что ни один министр теперь не будет чувствовать себя бронзом, как и премьер-министр, и как и президент, кстати говоря. То есть у них эпоха бронзовения, она позади, они уже понимают, что министры, премьер-министры приходят на какой-то срок и потом совершенно точно уходят. И это дает мощнейший стимул развитию общества, установлен приход во власти новых и интересных ярких, которые способны к созидательной деятельности. То есть это, в общем, вполне нормальные явления, они лучше вот так, чем как у вас. И я абсолютно с ними согласен, потому что роти так нестабильны, как у них, но принципы сохраняются, чем так стабильны, как у нас, когда никаких принципов, кроме совершенно варварского, совершенно такого желания постоянно править, такого такой неистовой жажды личной власти, который там оборачивается бедами, кровью, нищетой, разорительностью страны и людей, чем вот... Это намного хуже и намного опаснее. Ну, разговориться, да, давайте ближе к теме, как говорит Гиди Мопассан. Российская распространенная шутка. Хотя, по-моему, Мопассан так и говорил. Будем искать. Зрители, слушайте, проверяйте Мопассана, шлите нам цитаты. У нас замечательная публика. Но вопрос этот поступил от человека, который продолжает смело, я бы сказал, находиться в России. И я... Ну, как-то если в России появляется человек, который каким-то образом фокусирует на себе внимание, то он тут же становится целью и мишенью для власти. И от этого человека, как бы, на него направляются все усилия. От одного человека всегда можно, так сказать, его посадить, ее посадить. И что тогда делать остальное? Вы знаете принцип мафии, да? Вот такой, которая уже проникла в органы власти. Если проблема, стоящая перед нами, имеет фамилию, имя, отчество, это очень сильно облегчает ее разрешение. Такая есть шутка мафиоза. Поэтому, когда проблема обретает персональные черты, она решаема. К чему я говорю, коллективные органы власти, коллективные институты, они лишают возможности так влиять на власть. Вот именно там устранение какого-то лидера. Но я про оппозицию хочу сказать, что вот мы должны тоже на уровне оппозиции не напоминать власть. Я, к сожалению, вижу, что часть нашей оппозиции, она как бы, отрицая власть, фактически сама выступает за то, что должен быть какой-то один единый лидер, вокруг которого мы должны все сплотиться, подставить плечо под бревно, там, как Владимир Ильич когда-то его нес, и нашлось там уже сто человек, которые подставили ему плечо, помогали, как потом выяснилось. Вот я против, я считаю, что должна быть коллегиальная власть, без великих, без незаменимых, без каких-либо там вождей всех времен и народов, которые определяют там эпохальные черты развития. Нормальная власть, сменяемая, способная к диалогу, способная признавать ошибки, способная уходить и не цепляться до смерти за свое кресло, за свою власть, за свой скиптор и так далее и тому подобное, чтобы не говорили там, что есть Путин, есть Россия, нет Путин, нет Россия. Вот, или кто-то еще, там есть какой-то там, неважно кто, Иванов, Петров, Сидоров, есть Россия, нет его, нет России. Не должно быть такого. Вот если мы избавимся от этой болезни, будет страна, не избавимся, ну, не будет. Вот пусть уж люди, пусть 145 миллионов решат. Я не могу себе представить, как можно, как эти перемены могут произойти изнутри на данный момент, кроме как после смерти или отставки, или устранения Путина. Ну, конечно, нет. Ну, это понятно, что мы говорим сейчас о России после Путина. Россия при Путине – это страна, обреченная на страшные испытания. И чем дольше вот этот товарищ сидит в Кремле, тем страшнее будет конец птинизма. Мы прекрасно понимаем, что каждый день, проведенный в Кремле, добавляет трагизма к финалу, к которому неизбежно придет этот прогнивший режим, развязавший сейчас самую кровавую войну в Европе из последнего смысла. Понятно, что после Путина. При Путине ничего не будет, кроме крови, войны, смерти, катастрофы и так далее. И тому подобное. Он свой ресурс давно уже исчерпал, позитивный ресурс развития. Вовремя не ушел. Уйдет он в 2008 году, но, наверное, был бы любимым президентом, был бы везде рукопожателен, принят, был бы таким духовным каким-то там, или там, не важно, моральным авторитетом. Ну, не захотел бы. Жил бы, может быть, даже во дворце. Был бы, купался бы, так сказать, как сыр в масле катался. Но не захотел человек. Теперь он войдет в историю позорным грязным пятном, разрушителем, кровавым диктатором. Ну, вот я просто хочу сказать, это же надо так прожить жизнь. Чтобы миллиарды людей на планете желания ждали про их смерть. Вот это же как кошмар. Это вот тот финал, которому врагу, как говорится, не пожелаешь. Вы же прекрасно понимаете, что мы все смертны, мы все умрем. Но чтобы от твоей смерти ждали миллиарды и радовались по этому, ну, это вот надо вот совершить столько грязных, отвратительных дел, это еще, как говорится, антиталантное. Ну, и при этом он еще старается и ухудшает это каждый день. Но как... Это не финанс. Как вы считаете? Да, он еще не закончил, к сожалению. Как вы считаете, он, как сказать, я задаю такой вопрос, но я понимаю, что вы не живете у него в голове. Но тем не менее, он не уходит от власти сейчас, потому что боится отойти от этой власти, как держать там волка за уши или тигра за уши? Или он считает, что у него все супер, он выигрывает, и просто нужно продолжать джать дальше на газ? Главное, это, конечно, страх за содеянные, страх, что с ним расправятся, разберутся. Он не видит свое будущее без власти в России. Он ее никому не отдаст до смерти или до состояния, когда она уже будет непригодна к исполнению каких-либо обязанностей. Никаких операций преемников, преемников, все это нужно выкинуть из головы и забыть. Это все для публики, скармливая, для каких-то там политологов, которые что-то должны сказать. Ничего не будет, никаких преемников. Только преемник, может быть, в случае там с инприской, из гроба, так сказать, что-то подпишет, может быть. И то я не уверен. Поэтому совершенно понятно, что это человек, который одержим и властью, и уже без нее не может. Это как вот человек, живущий на аппарате, предположим, искусственной почке, почки там в таком другом аппарате. Если его отключить, он умрет. Вот Путин напоминает такого больного, который вот из этого включенного аппарата власти он уже жить не может. И это единственное, что у него осталось. У него же, посмотрите, ну давайте вот честно посмотрим. Человек без чувств, без нравственности, без совести, без чувства стыда, без сострадания к людям, без любви к ближним, без доверия, без какого-то вот такого, без неоткровенного, абсолютно. То есть, это вот какое-то уже не человек, какое-то уже существо, у которого только один инстинкт власти. Подождите, вы сейчас описываете Путина или российское общество? Я описываю Путина. Я описываю Путина. А российское общество, естественно, выстраивается и подстраивается. У нас же как? У нас же все подстраиваются, встраиваются в систему. И то, что сегодня с российским обществом творится, с его нравами, это просто кошмар, это уже полное разложение. Это же полное нравственное разложение. как вот можно, когда мы берем интервью журналистов, и там люди говорят, да, украинцы, это не люди, их надо всех там уничтожить, они что там, али мы там за это. Я так вот, там ведь они не могут жить не понимать, что там 45 миллионов численности населения в Украине. Всего лишь в три раза меньше, чем в России. И вот такие вещи, когда говорят люди, которые сами-то, нежели хорошо, когда уже не будут привыкать к этому, которые затюканы, затырканы, замучены жизнью. Когда мы видим в их глазах совершенно откровенную, искреннюю ненависть к соседям, в готовности их уничтожать, убивать их детей, конечно, это все идет от Путина, конечно, это все идет от безжалости, от безжалостного режима, от лишенного всяких человеческих чувств. Каков поп, таков приход, я придумал пословицу. Поэтому тут и Путина описываешь, описывая Путина, описываешь в общем целом тенденции, тренды, которые заданы в российском обществе, они множатся, тиражируются миллионы патентарных. Вот я тоже это и слышу, что с одной стороны это Путин, а с другой стороны то, что мы сейчас видим в российском обществе, очень напоминает, они друг друга как-то стоят сейчас. можно сказать, что часть населения сейчас полностью лишена разума. Я вообще считаю, что должны изучать феномены эксперты, врачи, психиатры, психологи. Серьезно, я не шучу, я не ервничаю, я сейчас абсолютно без тени юмора всякого говорю, потому что то, что происходит со знаниями людей, когда оно перестает быть разумом, когда оно становится с концентрированным выражением человека-ненавистничества, я не знаю, что происходит с людьми, это надо изучать, потому что этого нельзя допускать. Мы же видим, что часть населения полностью готова к уничтожению себе подобных, да и себя самих тоже они очень не жалеют. Если Путин страшно боится умереть, это известно всем его окружающим, то эти-то, по-моему, и жизни не дрожат, вот эти те, которые являются концентрацией ненависти и злоба. То есть, может быть, одна разница все-таки между Путиным и российским обществом, это то, что он боится умереть, а они вроде бы сейчас даже это их, ну, по крайней мере, публично не волнует. Вы знаете, я прочел в Фейсбуке сегодня, выражу, так сказать, кто-то там поражался тому, как кто-то с ними говорил, но смысл был такой, что человек из России говорил, слушай, нужно уничтожить всех украинцев иначе они будут мстить. И я как-то уже сам подумал об этом, мне это напомнилось слегка, наверное, то, что я читал о освобождении рабов в Америке, в Соединенных Штатах, о том, что, о, эти конец такие обозвлённые, они будут нападать, так и мстить обратно. Вот, и я чувствую в этом страх, страх правосудия, страх того, что за все эти грехи это может вернуться обратно, а это так ужасно, что лучше их уничтожить всех. Это, как вы это рассматриваете? как в форме социального сумасшествия массового. Я не могу к этому иначе как относиться к какой-то аномалии человеческого сознания. Это же какая-то уже психиатрия. Да, массовая. Да, массовая психиатрия, причём с особо агрессивным и кровавым оттенком. Но твоя гура это серьёзнейший феномен социальный, медицинский, который надо изучать и что-то придумывать. Потому что, видимо, мы совсем не знаем законы популяции. Вот я для себя это вывел, такую формулировку. Нет, ну вот на самом деле мы не понимаем, может быть, уже порода испорчена. Я вот всегда говорю, вот мы там спорим, но ты уже начинаешь как российство обсуждать. Я говорю, да нет, вот у нас же всю жизнь собаки. Я всю жизнь прожил с детства с собаками. Ну, они всегда были в доме у нас. Я говорю, мы же всё время старались брать собак каких-то, питомников, с понятными родителями, с качественными рабочими, которые передаются с поколения в поколение. То есть, мы брали уже щенков, которые, ну, уже наделены определенным генетическим набором, генетически наделены набором качеств, которые пригодны для, там, дрессуна, там, чего-то ещё. а почему мы считаем, что люди не могут, вернее, что люди не такие. Мы же тоже разумные животные. И если мы вытравливаем в каких-то поколениях качества, там, добродетель, совесть, честность, храбрость, силовидское достоинство, делаем это веками, топчем эти качества, вытравливаем, калёным железом выжигаем, там, публичными казнями, расстрелом и так далее, почему считаете, что мы в итоге не получаем сброд вот этот вот, который этих качеств как раз лишён, или наделён минимальной степени. То есть, есть, наверное, какие-то законы популяции, которые там популяционно, грубо говоря, там, 3% должны быть безудержных рамок, 7% социально активных и наделённых там, какими-то лидерскими качествами. Неусловно говорить, 10% там, очень осторожных даже трусливых, там, тех, которые готовы, там, 20%, которые готовы всё поддерживать, 20%, которые готовы во всём сомневаться и так далее. Какие-то, наверняка, есть неизученные нами законы популяции и законы социума. Ну, мы же тоже понимаем, что немцы были, находились в состоянии типа, как говорят, гипноза, да, в 30-е годы или там, даже 40-е. и вот что-то происходит сейчас с российской нацией. И там, я сейчас не говорю, русские, не русские, а какие там русские? Там и русские, там и украинцы, там и белорусы, там и татары, там и кого только нет в России. Проживает хреново тучи народов, а народ-то один получается. Народности много, а народ один. И вот мы сейчас видим тяжелейшую форму психиатрического, психологического, я не знаю, такого еще там заболевания, массового заболевания людей. Это же серьезно. И, видимо, какие-то нарушенные законы популяции. Наверное, нельзя безнаказанными поколениями втапливать людей в грязь, заставлять их быть рабами, заставлять их значит там расстреливать, там, измываться, переселять, не знать, что делать, уничтожать десятки миллионов. А потом говорят, а где же наш народ, а где же благородство, а где же добродетель и так далее. Оказывается, все вытрули, все уничтожили. Ребята, ну как, если вы сейчас начнете вот у нас замечательный Булгаков, откуда у нас этот Шариков взялся? Он взялся из дворового пса? Ну, если вы хотите одних дворняжек оставить, ну, а тогда что вы от них ждете? От Шариков? Что от Шариков вы можете ждать? Вот и получите то, что, так сказать, вывели генетически. Нет, я знаю, что на меня там сейчас критика попольется, я это понимаю, я уже говорил об этом, мне как-то один сказал, ученый, не знаю, насколько он серьезный, но он мне говорил серьезный, что вот при таком тотальном гнете многолетнем, многодесятилетнем или столетнем, якобы там даже какие-то структура ВРНК меняется, якобы. Ну, я опять-таки, я же не биолог, я не специалист, я не врач, не психолог, я не могу, так сказать, там спорить, но вот я просто такую информацию от него слышал, что якобы для того, чтобы они восстановились, а они имеют якобы способность, извиняюсь за это слово, якобы, к восстановлению, требуется там чуть ли не два поколения. Так это, не так, не знаю, но я уверен, что мы нарушили. Наша нация неоднократно нарушила законы популяции грубейшим образом, и вот получили то, что получили. Ну, тут много есть что сказать. Во-первых, есть коммуникационная теория после нацистской Германии появилась, называется спираль тишины, когда это говорит о том, что большинство людей, возможно, не считают так, как считают самые громкие, но они считают, что, видимо, раз громкие, так говорят, значит, так оно и есть, и они молчат, и это как бы спираль только набирается. Таким образом, можно потом будет сказать, что большинство людей не поддерживало путинизм, только самые буйные, самые громкие, которые как бы создавали всю эту, так сказать, температуру. А с другой стороны, ну и что с таким, это говорит о том, что не только страна Россия потеряла право на существование, ну и что, и люди, которые там живут, я думал, что их можно, по крайней мере, вывести оттуда, может быть, как-то со временем, опять же, была такая стадия изучения в Швеции, когда выяснилось, что люди, которые пережили голод, потому что проверяли книги, переписи церковные, что их внуки жили дольше. то есть какое-то изменение РНК происходит поколенческое, тут что-то происходит. Я уж не говорю о том, что в России был, так сказать, натуральный, ненатуральный отбор на самых плохих и худших. Это даже сегодня продолжается, когда самые лучшие покидают страну, когда их сажают. Так что, кому остается эта страна? Ну, вот она и остается тем, кто выжил. А выживали, ну, вот я все время говорю, почему вот Америка, допустим, свободная страна? А кто туда поехал? Самые предприимчивые, самые безбашные, самые отчаянные. Да, с жилкой авантюризма, да, но с человеческим достоинством, с готовностью, желанием их свое человеческое достоинство защищать, не боящиеся трудность и так далее. Поэтому у них, как будто сказать, вот такой естественный отбор произошел, видовой, да, внутри видовой, на этих людей. Им, когда они приехали, они уже приехали с геном свободы. Да, мы знаем все про Америку или, по крайней мере, много там было и рабство установлено, но где его не было. Вот. Только в России они порабощали себе подобных, даже в Соединенных Штатах. Не просто промочкали. Рабство было против другого цвета кожи. Еще хуже. Они уничтожали свободных, или говорящих о свободе, умных, с человеческим достоинством, физически уничтожали. Гнобили, сажали, четвертовали, рубили голову, отправляли на Кавказ воевать и так далее. Вот все, что дышало, все, что пропитывалось человеческим достоинством, выражало человеческое достоинство какую-то самостоятельную точку зрения, мысль, свободу, так сказать, и так далее. Все это уничтожалось. Но вспомните, что сделали с поколением декабристов. Это же были молодые ребята, которые увидели, как живет Европа после 19-го года, заразились этими идеями развития, прогресса, демократии, какой-то определенной. И они всего-то навсего хотели конституцию с правами и с понятными правилами игры. Они же принадлежали правящим классам. И что с ними сделали? Поэтому совершенно понятно, что в России уничтожались все признаки свободы, гражданской позиции, человеческого достоинства веками, веками. Гордо скинутая глава отрубалась мечом физически. Эти люди меньше оставляли потомство. Вот этот стереотип, так сказать, ударили тебя по одной щеке, так сказать, даже не в христианском заповеди, а там или не вообще, так сказать, вся власть от Бога и там молчи и авось выживить, вот эта тактика выживания индивидуального контракта с властью, я так условно говорю современным языком, она и привела к тому, что вот эти поколения с заложенным геном унижения и так далее, вот таким рабским менталитетом, они давали поколение, они передавали эту философию и социальную модель поведения из поколения в поколение, из столетия в столетие. Ну и почему у нас самое жестокое крепостное право? Почему у нас самое долгое крепостное право, которое ничем не отличалось многие столетия вообще от рабства? Крепостное право, продавали крепостных, там можно было купить там детей, можно было купить жену отдельно от мужа, мужа отдельно от жены, что хочешь, делай, да, и это же потом там только когда там, кто уж не помнит, то ли Екатерина, только кто-то еще не помнит, когда до нее довели там слезы чьи-то, там она сказала, нет, запрещаю продавать крестьян без земли, без деревень, без территории. Это да, вот только начали, как бы, так сказать, по-другому торговать крестьянами, а так, как скот, как скотный рынок самый настоящий. И вот я думаю, что все это отразилось, и тут еще плюс сталинский геноцид, вот это все большевистские эксперименты кровавые, а там вообще все выжигалось, все эти философские пароходы, которые отправляются из России пачками, не только один пароход, бежало офицерство, бежали дворяне, бежали представители интеллигенции, бежали люди, которые, как сейчас сказали, креативный класс. Кто остался? Шариковых, Шариковых. Вот у нас это правление эпохи Шариковых, она и до этого была жестокая, вспомним после балла Лев Толстой, когда там офицеры прекрасные, которые там ручку дал им целуют, танцуют па, а потом они убивают палками, заставляют убивать палками своих солдат, таких же справедливших солдат. Да, и вот сцены после балла. Поэтому мы видим, что и та власть была жестокая, а та, которая пришла, как отрицание предыдущей власти, была просто кровавой и зверсткой. Ну и вот мы все получили, полный букет, полный набор. Но часть народов излечилась, она, может быть, меньше заразилась этой болезнью, чем другие, но, в частности, если мы берем, допустим, балтийские государства, они все-таки были бы свободнее, они были бы больше в Европе, в Западной Украине, в Западной Беларуси, и так далее. Все, что было ближе к Европе, там не было такого звездства, как вот было в России. А чем восточнее, тем вот эти нравы подзадержались. Если мы сейчас возьмем карту Земли, планеты, там, мир, и посмотрим, то у нас, конечно, от Запада идет ухудшение к Востоку, в большом счете. мы возьмем сейчас перечень диктаторских, авторитарных и прочих режимов, это будет вот как раз с Запада на Восток или там с Севера на Юг. Прямо географически, так сказать, можно это последить. Опять разговаривался, но это проблема, которую нам нужно будет решать, и у нас будет титаническое усилие по излечению этих людей, вот просто по спасению этих людей, по спасению мозгов и сознания этих людей. И я не уверен, что со всеми этот фокус может пройти излечение. Далеко не уверен. Вспомните, даже немцы, потому что умные, грамотные, образованные нации, которые допустил Гитлер, их там долечили до перелома сознания, по-моему, в 1952 году он произошел. Ну, по крайней мере, то, что я читал, он утверждает, что до 1952 года чуть ли не 40% считали Гитлера в общем-то неплохим руководителем страны. И только после 1952 года, после вот этой активной программы геноцификации реально произошло изменение общественного сознания. Что-то, видимо, придется делать с Россией. Похожее. Ну, что можно сказать? Я думаю, что, во-первых, вы правы. Во-вторых, я думаю, что, наверное, произойдет то, что некоторые люди, когда ситуация улучшится, они постепенно придут в себя, особенно молодые, особенно молодежь. А в Германии, насколько я понимаю, из разговоров с людьми, которые тоже изучали эту деноцификацию, как, например, Ольга Романова, пожилое поколение, оно просто молчало, и оно не говорило вот те вещи, оно понимало, что это теперь тренд изменился, и они замолчали. Хотя бы вот этот переход нужен. Но я согласен, это будет после Путина. А на данный момент у меня вот такой вопрос. Человек, которого я, уж я знаю, что вот просто вот это один из людей, который вот скажешь имя, и сразу публика так делится напополам, как минимум. Марина Овсянникова. Так вот, ее, вот человек, который вышел с плакатом на телевидении, ее вот, наконец, ее арестовали, ее забрали. Вот сегодня, вчера, я не понимаю, я ее безмерно уважаю, уж простите меня, дорогие зрители и слушатели, но я ее очень уважаю за этот шаг, потому что это противостояние на гражданском уровне в России, это нужно уважать, это нужно ценить, это нужно поддерживать. просто как факт, чтобы другие это тоже самое делали. А с другой стороны, человек, которого я тоже уважаю, которого вы знаете, Эльвира Вихарева, ей удалось зарегистрироваться как кандидат на там каких-то следующих выборах. То есть, что происходит с этой системой, я как-то потерялся. То ли она, то ли они допускают людей, то ли они арестуют людей. Это, и главный тут вопрос такой, есть ли кто-то в этой системе, в этой стране под названием Российская Федерация, кто находится в безопасности? Есть ли какой-то способ себя обезопасить? Нужно ли носить везде эту ЗИ на груди, тогда ты в безопасности? Как вот где-то домик, где я в домике, Чик-Чирик, что делать? Ни одного человека в России, включая Путина, я бы не сказал, что он находится, ни одного человека в безопасности нет. Я бы не сказал, не дал гарантии ни одному. Это не означает, что, конечно, все попадут под раздачу. Многие попадут, многие не понимают и не догадываются. Ну, вспомните, какого-нибудь Шлегеля вытащили на носилках из Совета Федерации в тюрьму, посадили, или там, вернее, объявили преступником МАО, который там ректор Академии народных хозяйств, губернаторы, мэра там пачканы сажают. Нет ни одного человека в безопасности, ты можешь от жертвы случайно поставить. Случайно. А потом даже люди, находящиеся в абсолютном, как бы, в самом низу, в бытовой сфере, они могут в один момент все потерять. Но у меня таких случаев было много, и в Думе, и в Думе. Я сижу в Думе, ко мне приходит мужик, он профессор какого-то университета, и говорит, выручая, пошел в проливянник и вышел вынести там то ли ведро с луком, то ли за хлебом. Его там задержали, он там чего-то мне неосторожно сказал, его избили, сделали инвалидом, теперь еще хотят уголовное дело вклеить. Но я попросил, сходи, возьми там батон хлеба, приди там. И вот все это произошло на моих глазах за 15 минут. Или я там занимался одним случаем, когда молодой парень, проходя мимо, был задержан за убийство, ему все впаяли, его избивали, там и заставили признать, что он совершал убийство, вообще даже не знает про кого, про кто, про где и так далее. Только мое вмешательство заставило там следователей хоть какие-то действия, провести, хоть чего-то сделать. Мать приходила, а она, ну совсем, они плохо живут, так она пришла ко мне в думу, банкой, вот каких-то, она своими руками сделала то ли помидоры, то ли огурцы, грибы, и она как-то делала, говорит, сынок, возьми. Ну зачем, ну что вы, бабушка, ну не нужно. Я тебе так благодарен, мне никто не хотел помочь, у меня сын пропадает, ему вообще-то сказали, что дадут 20 лет. Ну, неважно, важно, что любой человек, который вообще ни в чем-то, он может, проходя мимо, стать жертвой этого режима, это случайное встречение обстоятельств. Я уж не говорю там про тех людей, которые занимают должность, что-то делают, вынуждены какие-то совершать действия. Нет людей в безопасности, это во-первых. Второе, если мы с вами рассмотрим два подвига, два подвига, вот без всяких кавыки. Это вот, вот этой девушке с телевидения, как ее фамилия? Овсяникова. Да, Марина Овсяникова, правильно. Подвиг. Вот выйти, вот так, не зная, что будет завтра. То ли арестует, то ли забьет, то ли точно выгонит. Точно, так сказать, там, с волчьим билетом. А то еще может посадить. Она вышла, потому что не могла уже молчать. Подвиг? Подвиг. Это на диване жопу протирать, я извиняюсь за празматуру. И там что-то строчить гневное по Нигерике в чей-то адрес безопасный. Это не подвиг, это, как бы, так сказать, другое слово. И то, что она это делала, и то, что она работала на российском телевидении годы до этого, для меня, на самом деле, является еще более большим подвигом, что она это все взяла и выбросила в окошко. Продолжайте. Да, она сказала. Этот подвиг к ней надо относиться с большим уважением. И вот, если люди, которые говорят, а, вот, наконец-то я вставаю, это идиоты. Это не оппозиционеры, это идиоты, которые радуются чужому гору. Если вы не сидели, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка. Знаем, это правда. Вот. Второй подвиг тоже подвиг в известной степени это Эльвира Викарева. Я не очень хорошо знаю на работу с Димой в его команде, в моей команде работала. Мы с ней встречаемся в Ютьюбе. Я задолбался, по-русски, так могу сказать, уговаривать ее покинуть страну, потому что понимаю, что она себя подвергает большому риску. И то, что она до сих пор с маниакальным упорством продолжает верить в целевые чудесные свойства выборов, я не говорю, безумство, краба по моему песню. Лишь бы все обошлось. Иди, иди, я тебя поддержу. Я не верю в выбор, но я думаю, что если кто-то в результате окажется в муниципальной власти из правительственных людей, это будет больше плюс, чем минус. Иди, хочешь, пробуй. Получится, замечательно, не получится. Ну, значит, я был прав, что сегодня, так сказать, все дорожки перекрыты. Может быть, еще муниципальные дорожки не все перекрыты. Хотя того успеха, который был достигнут командой Дмитрия Гудкова Максима Каца в 17-16 году, да? Нет, в каком? Ну да, в 17-16, не важно. Уже не повторить, потому что совершенно другие условия. Ну, пусть дерзает, пусть пробует. Я все время говорю, что молодежь иногда делает то, что невозможно сделать, потому что она не знает, что это невозможно. То, что она не верит, что-то невозможно и делает то, что невозможно. Ну, пусть пробует. Поэтому, я считаю, одинаково уважительно нужно относиться и к этой модели, когда человек не выдержал совесть, порывал совесть, не может она терпеть, все, наступил предел. И она публично, открыто, рискуя своей судьбой, выступила. И Эльвирова тоже считает, что это тоже определенный гражданский подвиг, когда человек идет в тяжелейшую ситуацию, когда тебя в любой момент могут притекать, арестовать, решить всего. Она идет на выборы, борется, устраивает всякие, так сказать, разборки с этим, подписями. И так далее. То есть, я понимаю, что это не рест. Я был на ее месте в 19-м году, если бы не Дмитрий Гудков, мы бы там с ним вместе посидели. Просто он попросил меня уехать, чтобы мы не переступили все соседние камеры, как он сказал, одного Гудкова. Двух Гудкова слишком много. Уезжает, сможет что-нибудь сделать, если меня посадят. Но его посадили, я уехал. Сначала, вернее, я уехал, потом его посадили, посадили меня, посадили всех остальных. Поэтому в одинаковой степени и кто их другой позиции я отношусь с уважением и понимаю. А как насчет элит, так называемых? Это, конечно, все в больших кавычках, но есть ли люди, которые, у которых не только чины, но и там суммы денег, которые видят, как это все тает, растворяется, их жизнь выглядит, так сказать, будущее под вопросом до Италии, до Вилни, до Браци и так далее. Есть ли какой-то шанс, что эти люди, я не знаю, под страхом того, что они теряют все свое незаконно награбленное, решатся на то, чтобы что-то по этому поводу сделать? Или они в этом смысле такие же шестерки, как все остальные ждуны и терпены в этой стране? Терпены. 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 Простите, да. Ну, да. Они... Нет. Начну с того, что бенефициара путинского режима потеряли больше всех вот в этой ситуации. Потому что вот состояние, которым я вот со многим сейчас встречаюсь, разговариваю, и они не сговариваясь, говорят одно слово, что мы находимся, ну, скажем так, в прострации постоянной, но это матерное слово, оно там во хрени, вот если еще не сказать, что же. И они вот все говорят это слово. С 24 февраля они находятся в этом состоянии. От Путина, от войны, от этих решений, потому что они потеряли все. И вот у меня еще будет там встреча послезавтра с еще региональными чиновниками. На повторной встрече с нами попросили пообщаться. Они утверждают, что в регионах вообще элиты ненавидят Путина. Очень большое количество людей не просто не любят его, а значительное число, большой процент региональных элит ненавидит Путина. А то, что вся элита против его вот этой войны, против его действий, против его всех этих идиотских понтов геополитических, даже это просто не ходи в гадалки. Я их действую. Понимаете, Геннадий, я вас только прерву на секунду, потому что я вспоминаю совсем недавно в Соединенных Штатах у нас здесь был президент Дональд Трамп, которого даже многие республиканцы считали, мягко говоря, нерезонным человеком и были бы рады, если бы был на его месте другой, скажем так, человек. Но это все всегда делалось за закрытыми дверьми, потому что они боялись что-то сказать в открытую, потому что тут же их политическая карьера, мягко говоря, на этом могла закончиться. А тут мы говорим о диктатуре, авторитарном режиме и так далее. Так что то, что они боятся и ненавидят за закрытыми дверями, это нормально. А то, что они боятся и что-то по этому поводу делать в открытую, это тоже нормально. Вот так и будет? Они просто боятся. Сегодня любое открытое проявление их недовольства и чувства, эмоций им грозит физическое уничтожение. Физическое уничтожение. Это не испорченная карьера, как там, пусть там, в любом демократическом государстве какие-то проблемы в отношении физического уничтожения. Сейчас любая попытка загор, любые подозрения могут привести к смерти человека. Поэтому они это прекрасно понимают. Вот это они прекрасно понимают. Но даже если бы они сейчас что-то хотели сделать, у них нет возможности, у них нет доступа к телу, к сожалению, без доступа к телу, произвести его отстранение от власти и поменять курс, они не могут. И вот в этом главная проблема сейчас. Всех групп, которые любят там, или не любят, вернее, или даже ненавидят Путина, они ничего сделать не могут. Они не в игре. Они не в игре. Все, что они могут, сделают. Они как-то постараться уехать, какие-то решать вопросы на личном уровне, кем-то как-то, чего-то. Не более того. Не более того. Это еще не раскол элиты, но это уже серьезный выражение. Они не могут расколоться по одной простой причине, что им не к кому приставить. Нет другого центра силы. И так как нет другого центра силы, а этот центр сил угрожает им физической расправой, посадками, пытками, казнями неформальными, то они, конечно, сидят ровно, молча и смотрят в преданные глаза. И заявляют всякие чудовищные вещи и хлопают в ладоши. На самом деле они понимают, что, в общем-то, Путин ведет в страну катастрофы, а не заложники этого уже режима. То есть, раньше вчера они еще были бенефицарами, а сегодня многие, не все. Есть, конечно, искренние путинисты, вот эти, твердолобые, так сказать, я не говорю сейчас про быдло массы. Быдло массы это отдельный вопрос. Это вот те люди, которые ничего не получают, кроме внутреннего морального дворения, что гибнут соседи. А я говорю о тех людях, которые были вчера бенефицарами, сегодня они стали заложниками этого режима путинского. Но изменить ситуацию они не в состоянии. И они не готовы к открытому решительному протесту, поскольку нет никаких других центров сил, к которым они могли бы примкнуть и сохранить себе жизнь и там какие-то гарантии безопасности. Такой ситуации пока в России нет. Она зреет. Возможно, появится. Это будет, может быть, с ослаблением Путина, с его публичным конфликтом с генералами, когда будет разбор полетов, кто же виноват в этой войне, кто довел страну до поражения, до позора, до гибели и так далее и тому подобное. Но это будет впереди, не сейчас. Вот сейчас такая ситуация. По крайней мере, то, что я понимаю и вижу чувства, я вовсе там не истинно в последней инстанции. Мое мнение может быть и ошибочным, но вот я полагаю, что вот такая примерная ситуация. По крайней мере, из моего общения с теми, кто из России уехал на совсем или не на совсем, или вовсе даже не уехал, а просто, так сказать, временно отсиживаться за пределами России. Вот ощущения такие. Ну и с теми, с кем я общаюсь, кто еще остался в России. Хорошо, Геннадий, такой пара технических вопросов. Нам пишут, я живу в Иркуте, тут появилась активность военных, как пару лет уже. С чем это связано? Что находится у нас в Иркуте? И идут ли тайные ядерные испытания у нас или на острове Новая Земля? Поговаривают о строительстве у нас нового лагеря. Вот, что вы, вы что-нибудь знаете по этому поводу? Про военные активности точно ничего не знаю. Про ядерное оружие маловероятно, что там что-то будет таких испытаний. все-таки это уже будет переход даже не красных линий, у каких-то там инфракрасных, а запредельных. Вот, а что касается про лагерей, то да, что ж, у Иркута лаг, мы же знаем, целое управление там сидело, сказал, что кто-то там из министров нынешних, что не хватает 180 тысяч рабочих рук в ЗЭК, чтобы какие-то там вопросы решить в строительной индустрии. Сейчас другого выхода у Путина нет, кроме как массовой репрессии и создания института рабовладения на определенной части населения, которые будут там что-то делать. Хотя, мне кажется, даже они это не смогут организовать. У них просто времени, мне кажется, не хватит. Но вообще желание-то у них есть. Желание массовой репрессии у них есть, они потихонечку, потихонечку подготовили. Вот сейчас страна вообще стоит на пороге уже серьезных массовых репрессий, когда там будут не сотни и не отдельные тысячи, а десятки и, может быть, уже сотни тысяч репрессивных. Система будет объективно доказывать, что без нее Путин власть не сохранит и, я имею в виду, репрессивные машины. И она будет искать врагов народа в каждом породе, если не в каждом первом. Ну и, наверное, тогда из этих людей можно как бы использовать их для того, чтобы в армию тогда их направить туда, в Украину, правильно? Стать им оружие, чтобы они сбежали, получили компенсацию за оружие или направили в другую сторону. Мысли прекрасны. Пусть делают. Пусть делают. Окей, посмотрим, как этот план сработает. Хорошо. Другой вопрос. Многие эксперты говорят, что, мол, Европа не мыслит себя без России и хочет договориться. Вопрос, а что такого есть в России, без чего Европа не может жить? Я не знаю, как вы считаете, вы видите какой-то интерес в Европе договориться, найти какой-то способ взаимосуществования с путинской Россией? Мы не будем уподобляться Володина с его этой замечательной фразой «Есть Путин, есть Россия», «Нет Путина, нет Россия». Поэтому, если мы говорим о путинской России, то все переговоры и выстраиванные отношения закончились. Никакого смысла не поняли. Даже Такаев размазал Путина так, как говорится, как никто никогда его не унижал. Для этого Такаев не поленился приехать в Питер и глядя ему в глаза сказать, что ты вообще никто, ты лузер, проиграл, мы с тобой никаких отношений выстраивать не будем, потому что мы не выстраиваем отношения с людьми, которые обречены на поражение. Но, грубо говоря. Поэтому никто, конечно, в Европе из путинской России уже делать ничего не будет, кроме, так сказать, решать вопрос на полях сражения в Украине и через санкции сделать так, чтобы путинский режим исчез, как страшный сон из истории человечества. Что касается Россия вообще, ну, конечно, Запад заинтересован в нормальной России, в сотрудничестве, в устраивании единой системы безопасности, в устраивании интеграции, в устраивании экономического сотрудничества, безусловно. Даже, я могу навскидку назвать десятки сфер, направлений важных для мира, где Европа и мир видят необходимость сотрудничества с Россией. Ну, я помню, там пришел как-то к минет полков Бородина, когда он был в Кремле, он мне начал показывать великий проект великой транссибирской новой магистральной дороги. Ну, действительно, там есть идея великолепной. Я, правда, там не могу оценить экономическую и так далее, но в целом, я думаю, что очень многие вопросы без России решать сложнее, чем решать вместе с ней. Поэтому, я думаю, что мир, безусловно, заинтересован в нормальной, свободной, цивилизованной стране России и в сотрудничестве. Россия страна все равно великая, я имею в виду с точки зрения ее вклада в цивилизацию. Здесь мы посмотрим и наука, и искусство, и образование, и живопись, и много чего другое, и градостроение, и много-много того, что дала Россия мир. Она, может быть, не дала так много, как дали ведущие европейские державы, но она все-таки та страна, которая весомый вклад внесла в современную цивилизацию. Но такого нет у других, у многих других стран, если мы там посмотрим, многие страны, которые там... Нет, но я думаю, что на данный момент, если бы Путина не было, то другие европейские страны не захотели бы русскую литературу, они бы захотели русскую нефть, и газ, и так далее. Все бы захотели, и литературу, и газ, и нефть, и балет, и науку. Надо только от Путина избавиться вначале. Конечно, конечно. Проблема не в России, а проблема в режиме. Чему я и говорю, я и здесь, за рубежом, призывая иностранцев отличать Россию от путинского режима. Россия, это страна, с которой можно устраивать благосрочные отношения, а режим, это тот режим, который враг всех этих отношений. Если там одни Шариковы остались, то как с ними налаживать отношения? Извините за цинизм. Шариков скажет, что все поменялось, и они побегут в другую сторону. Поэтому постепенно, постепенно нужно будет этих Шариков превращать в каких-то нормальных, с нормальными фамилиями людей. Менять мозги. Все равно придется. Я же сказал, что тяжело работать. Что-то похожее на динамитфикацию, как мы уже вернулись к первому вопросу. Но это придется делать. И это можно сделать. Ведь огромное число миллионов россиян уехало за рубеж. Это люди, которые интегрируются в цивилизацию, они способны дать стране вот этот импус, вернуться, построить, отстроить, сменить мозги, сменить представления, сменить ценности и так далее. Не все так безнадежно, хотя, конечно, ситуация непростая. Безусловно. Хорошо. Тогда пара исторических вопросов, пара имен, которые мне очень интересны, если вы что-то о них знаете. Первый из них это просто, ну как, Евгений Петовранов. Евгений Петовранов был главой советской разведки сталинских времен, а потом он был главой торговой палаты и, в общем-то, очень значимая фигура. Какой период? Какие годы? Евгений Петовранов, сейчас я вам скажу точно. Не понимаю, я его не знаю. Нет? Окей, хорошо. Не знаю, но если вы скажете период, я могу понимать, о чем идет. Хорошо, я вот сейчас смотрю тогда. Евгений Петрович Петовранов родился 20 марта 15-го года, умер 30 ноября 99-го года, руководитель советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенант, государственный деятель, председатель Президиума Торгово-Промышленной Палаты СССР. То есть, мы как бы здесь говорим все-таки про, ну скажем так, 60-е, 70-е, 80-е время Андропова, хотя он был естественно после него также. Ну, значит, было дитя своего времени, это послевоенное подавление в Берлине, в Будапеште, в Праге, решение многих вопросов. Но там наверняка в нем намешано все в этом человеке. Хорошо. И Филипп Бабков, я не знаю, если это тоже опять же... Нет, ну Филипп Бабков личность известна в ПГБ СССР. Я с ним близко-то не работал, не общался, но один из моих товарищей был его протеже, генерал-лейтенантом, потом стал генерал-лейтенантом, в конечном итоге даже чуть ли не полковником. Но на нем как о человеке отзывался как о профессионале неплохо. Филипп Денисович был большой мастер оперативных всяких этих игр, разработок. Он, безусловно, был дитя сталинской брежневской эпохи, безусловно. И поэтому, конечно, все эти гонения, интриги, они шли от него. Он возглавлял 5-е управление, и там пощадок-то не было никому, но все равно даже тогда режим не был таким кровавым, жестоким, бессовестным. Я просто помню, я вообще работал по второй линии, в контрразведке, в контрразведке потом московский заканчивал свою службу. А как-то я попал на стажировку в пятую службу, как раз в ту, которую курировал в целом Филипп Денисович Бабков. И я помню, вот чем отличался тогда и сейчас. Там все было. Плохое там, я думаю, что многие там могут вспомнить, вот у нас жив подробинок, который тоже является жертвой репрессии советской и много других. Но все равно это был какой-то другой подход. И я читаю литерные дела. Там какой-то был диссидент в Москве, который по телефону там крыл вот этими самыми нашими словами всю эту власть снизу доверху с этажа на этаж возвышаясь и там трехэтажными и прочими словами их обзывал. Ну и там идут рапорта сотрудников, что вот он опять там по телефону всех кринами троит. Чего с ним делать? Начальник пишет. Значит, состыковаться с МГТС и отключить ему телефон. Я вот как сейчас вижу, помню, резолюции. Я читаю дальше. Значит, ему отключают телефон, чтобы он там этих одних, как раньше писали, один из руководителей партии стал в объект конкретика на его там брежным истерил и вдоль и поперек. Ему отключают телефон. А он такой мужик не сгибаемый, начал писать эти жалобы, а ему под предлогом каких-то там профилактических ремонтных работ, замены кабелей и так далее. И письмо от МГТС на московское управление, на замначальника управления, я уж не помню кого, там уважаемый Иван Иванович, мы больше не можем держать, значит, у нас там 16 жалоб, мы уже больше не можем никак отписываться, мы же, либо вы чего-то делаете, либо мы завтра включаем телефон, он, он говорит, и он продолжил опять постерить эту всю власть, и никто его там, наверное, все-таки к серьезному не посадил. Но я не хочу сказать, что режим был, но, наверное, в последние годы он все-таки был более травоядным, гораздо более травоядным, чем то, что сейчас творит Путин. Хотя там была тоже афганская война, которая унесла миллион афганских жизней, мы все это прекрасно понимаем и помним, и 14 тысяч наших жизней, бессмысленной, глупой, совершенно гимна война, разрушившая, так сказать, тишину и спокойствие в этой стране, в Афгане. Все это было, но, тем не менее, если мы берем внутреннюю так называемую позицию, все-таки режим был несколько более травоядным, значительно более травоядным. Возможно ли это, что они просто меньше боялись за свое существование, в отличие от Путина, что это как бы им движет больше страх, а у них этого страха не было? У них этого страха не было, тут вы правы. Путин уже знал, когда пришел к власти истории СССР, и я там разговаривал с одним царедворцем, я до сих пор помню эту беседу, который мне сказал, что он имел возможность называть нашего обнуленного Володи, и сказал, что вообще Володя считает это его мнение, мы там разговаривали, что СССР просрали слабаки. Вот фразу, как это было сказано, так я ее повторяю, и что они такими слабаками не будут, что если бы была применена сила, если бы была применена жесткость, то вот там наверное ничего бы много еще лет не было, а может и вообще бы не было. И вот я тогда еще давно это было, это были там какие-то седьмой, восьмой, шестой, вот не помню. И вот я эту фразу услышал, и она меня поразила, потому что я понял, что Путин рассматривает силу как способ, реальный способ, абсолютно приемлемый способ подавления людей в держании собственной власти. Вот тогда я начинал уже понимать, что мы идем в очень опасном сценарии. Я правда помню, пришел к Суркову уже до этого или после этого, но я могу называть фамилии, Сурков тогда был в значительной степени другим, нежели он сейчас. И я ему говорю, Слава, ну вот вы сейчас вот это вертикальная власть, вот вы там и прочее, вот вы это сделали, это сделали, но вы же понимаете, что вам придется рано или поздно стрелять в народ, я ему говорю. И он так как-то довольно-таки эмоционально встает с места, там несколько шагов делает, почему ты о нас так хреново думаешь, что мы какие-то там эти варвары, да мы никогда в народ стрелять не будем. Мне говорят, Сурков вот так расшагивает по кабинету. Я говорю, ну дай бог, знаешь, что, вот мне твоя реакция немножко успокаивает, если ты действительно так думаешь, и вы все так думаете. Ну дай бог, но я вот не вижу, чем вы будете удерживать власть через какое-то количество лет, вам придется применять силу, если вы не будете что-то менять в этой структуре власти. Ну такие у нас были еще тогда разговоры, задачи, что это можно было разговаривать в Кремле. Но вот от этих мыслей Суркова, от этих его, так сказать, он не то, чтобы поклялся, но он так как-то заявил, что нет, никогда типа народная кровь пролита не будет. Но я так понимаю, что Сурков принимает решение, и давно он уже не принимает никаких решений, и они давно уже проливают кровь, и давно они уже готовы силы подавлять любой протест. А почему я это все рассказал, уже не помню. Просто мы начинали с травоядного Бобкова, который был советским злодеем, но теперь мы уже как-то перешли на уровень злодея. Да, они действительно будут применять силы, применяют силы, в том числе будут стрелять народ. У меня никаких сомнений в этом нет. Я об этом раньше говорил, а сейчас я просто в них сейчас уже много лет просто в этом просто уверен. Геннадий Кутков, большое вам спасибо за ваше время. Я все-таки считаю, что вы кладите информацией. Спасибо вам за то, что вы выделились. Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона был Юрий Рашкин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова